Давай, давай, нормально, брат, ни разницы нет. Первый вопрос, конечно же, что происходит вокруг твоей профессиональной карьеры на данный момент? Ну, если не учитывать коронавирус, пандемию, вообще, что происходит у тебя? Я, короче, хотел поменять страну. У меня уже все получалось, и из-за этого коронавируса у меня дела пошли не так и остановились. И после коронавируса, надеюсь на один вариант, просто я не хочу озвучивать этот. Момент, так как лучше не говорить, пока не получится. Я думал на России побороться, мне позволили на России побороться, главное, чтобы я лицензию не делал. Я ни туда, ни сюда, короче, сейчас остался в думках, может и на России побороюсь. И вот за другую страну тоже думаю побороться. Послушай, брат, не называй страну, да, это Европа или Азия? Европа. Ну, это хорошо. Европа, да. Пока, брат, не озвучиваю. Все правильно делаешь, надо до конца довести. Иншаллах, Рахман, пусть ты перешел. Иншаллах, брат, иншаллах. Второй вопрос у меня, может, без комментариев влагает жестко. Давай выключим комментарий, посмотрим. Давай, давай. Лучше будет так-то. Брат, вот сейчас, последние несколько дней, два дня хайп, начался новая тема, короче, все друг друга вызывают. Там, это, Чамизу, Жамалову вызвали. Эти ребята, есть группа одна в Рест ММА. Они там хотят пену сделать Шираев с Баджрангом. Да, с Баджрангом. Там, ну, Рэмошин, ну, ходи, они предложили 10 тысяч долларов. Короче, хайп, вот у тебя есть кто-нибудь там на примете, кого бы ты хотел бы там вызвать? Я, мне несколько групп писали, некоторые люди тоже писали, на связь вышли, попросили, чтобы я добавлял. Я просто не люблю вот этот, в ММА передумал, может быть, я буду этим заниматься. Ну, в борьбе это, я не думаю, что это нужно для борьбы. Никогда такого не было в борьбе, чтобы вызовы кидать. Кто выходит, с любым боролись, а сейчас что-то, Чамиза, по-моему, не знаю, в ММА насмотрелся, Ромеро Баю, и думает, хайп поймать, да, на этом. Ну, Розамбек, Джамал, я не думаю, что такой, он молодой, но я не думаю, что он ему чем-то уступает. Он, походу, не туда эти вызовы кидает. Да, согласен. Ну, да, ты правильно говоришь, он сейчас, ну, Чамиза же вроде бы в США живет уже несколько времени, он, наверное, под атмосферу попал уже. Да, он последний раз, когда этот Ромеро дрался, он с его, ну, с ним, ему помогал в висогонку, все, вот, в подготовке участвовал. И этот, я думаю, он, как это называется, друг друга, вот, треш-ток, да, треш-ток, научился, вот, услышал несколько слов, наверное, записал себе, и потом думает. И бывает, Сара сайте, тем более пишет, организует схватку, как будто, он еще, по-моему, такой, такой вариант сделал с этим. Как его звали? Бороз, бороз, бороз. Я просто борцов, я не запоминаю, я такой чуть-чуть отошел от этого. Я понял, брат, третий вопрос. Залимхан Гусейнов. Залимхан у нас главный тренер сборного Азербайджана. Постоянно, то есть человек, может, сегодня в Баку быть, завтра в Хасаверте, пусть завтра в Турции, там через неделю в США он постоянно ездит, постоянно на движении, да. Как он успевает все это, и как он успевает вас тренировать? Для меня это большой секрет, если честно. Машалат Залимхан, такой активный по жизни человек, он не ленится, он ставит цели и добивается этого всего. Он даже семью практически не видит, постоянно в разъездах, то он в Баку бывает. Я его, вот, с этим положением, с коронавирусом, я его только вот в это время его видеть начал. В основном он приезжал попариться там в субботу, в воскресенье, уезжал обратно. Он даже не ленился такую дорогу сделать на один день, на два дня, приезжал домой. Ну, он такой человек, да, Машалат, он успешный человек, у него все получается. Он любит свою работу, он отдает себя полностью этой работе. Если ученик тренируется, он вкладывает в него себя полностью, ему разницы нету. Некоторые думают, да, что он именно кого-то выбирает и тренируется. Да. Тренируется именно с одним человеком. Нет, это неправда. Он с любым, вот к нам в зал приходят пацаны, он любому помогает, такой добродушный человек. Да, согласен. Я с Дзелеманом тоже лично знаком. Да, я знаю. Человек мощь, энергия. Да, Машалат, что ты слазик. Я бы хотел научиться многому у него исчезнуть. Ну, он такой мудрый, да, он очень мудрый. Он может такие советы давать. Мы, когда вот он приезжает, не упускаем этот момент, стараемся вокруг держаться постоянно, получить максимум пользы от него, но, к сожалению, у него не получается. Он главный тренер сборной целой, и то не такой слабый сборной, он в мире, можно сказать, лидеры. И он тренирует, вот Хажи Алиева, лидер в мире, один из первых номеров. Он не то, что тренирует, но он его и воспитал, можно сказать. Хажи на нем набрал, я замечал, видел. Не только Хаджи Абраэл, Тогрул, все они с детства с ним возились, возились. Они не отпускали его, честно сказать. Он нормально их поднял, Машала. Ну да, Залимхан, я же с 2010 года, когда они готовились в Стамбуле, по-моему, на меры, тогда на сборах. Вот тогда я помню Хажи Алиева, он был очень молодым. Ну, не такой старший, такой взросляк он. И с Залимханом постоянно зарубался, я помню, тогда тоже хорошо боролся. Имам, вот учитывая некоторый, да, прямо тебе скажу, такой спад чуть-чуть у тебя был. Ну, ты там гонял, значит, один чуть-чуть не там, 17-18 килограмм. Там какие-то травмы были, моменты были, да. Было ли когда-нибудь вот желание у тебя, вот, не то что уйти от своего тренера, да, или там зала, просто вот взять отдых куда-нибудь, я тебе вот к чему говорю. Вот я, Борец, если ты знаешь его, бык Мага, Гитим Магомед Гаджиев. Да. У него, я помню, был такой кризис в борьбе, он за Азербайджем боролся, это вроде бы он должен был пробиваться, и он несколько лет, ну, никуда не мог попасть. Я помню, он тогда даже айфон все-все оставил, просто один фонарик взял, и поехал в Хасавер, он 3-4 месяца там занимался, и после этого, можно сказать, очень хорошо начал бороться, гордился. Было ли у тебя какое-то такое вот желание, вот, поехать в Махачкалу, или в какую-то страну просто разгрузиться, там, что-нибудь такое? Я, я считаю, вот, что мне необходимо уехать с этого города, я постоянно тут в городе, я ни на сборы не еду, вот, просят меня, чтобы я поехал, многие помогают, я как-то расслабился после аварии, до того случая, мне очень тяжело, я очень сильно расслабился, но я ни одну секунду не думал, что я оставлю спорт, мне 26 лет, он месяц назад исполнилось. То есть, многие говорят, а, он возрослел, все, старше меня, вот, возьмем кубинца, который Рашидова выиграл в финале, 36 лет чемпионом мира стал. То есть, если у тебя чуть-чуть характер есть, можно добиться всего, верить, главное. А у меня есть, у меня самое главное есть, у меня есть друзья, которые меня окружают, постоянно переживают за меня и просят, чтобы я постоянно ходил в зал. Ну, я что-то, я не знаю, несерьезно отношусь пока к этому всему. Вот, я надеюсь, что на России я уберу все. Мне два месяца хватает, чтобы прийти в себя. Да, я одну схватку с любым, две схватки могу бороться до сих пор. Но, этот, это не хватает, как. Я то 70, то 61, я на 65 уже давно нормальные схватки не делал, не боролся. Ну, видишь, этот, не суждено, пока Аллах для чего-то меня держит, значит, для меня это благом является. Решало. Есть один боец, он из Дагестана, файтер. Стар Магомед Гадридаудов, в СССР. Да, да. Вот он весь свой кемпинг пробует в Баку. У него спрашивают, почему Баку, да, ты из Дагестана. Он говорит, брат, семей нет дома, ничего, никто меня не отвлекает, чисто на тренировках. Ну, да. С этой стороны это полезно. Когда мужик уже семейный бывает, ему же не, помимо спорта, семья это самое главное. Помимо спорта приходится еще внимание уделять семье, хочешь ты этого или нет, у тебя их отвезти, привезти, там, купить, продать. Это все бывает тяжелее, тяжелее с каждым годом бывает. И, наверное, он правильно, я думаю, делает. Уезжает подальше, где ему не будут мешать вот эти все моменты. Алло, устар, приезжай там. Этого всего, где нету, там легко будет. Имам, ты где-нибудь в зарубежье, там, на сборах, был где-нибудь в какой-нибудь стране? Было в многих местах. Ну, не турниры, а именно сборы, скажем, да? Ну, в Польше последний раз был. У Юсупа Гусалама, да? Да, он меня забрал на сборы, последний раз там был. Полезные сборы в Абдусаламу, я слышал. Полезные? Да. Ну да, там, там никак у нас, там доктора, там, профессора своего дела, там, профессионально ко всему относятся. Тем более, Юсупа Абдусаламу, как вы знаете, Рашидович, он очень жесткий. Он поблажек там не бывает. А, это чемпион мира. Тот, тот опоздал, наказал. У него все так было. И я до сих пор удивлен этим человеком. Он очень сильно мне помог. Он, когда я этом Мишке, по Мураду помогал на чемпионат Европы, он мне тоже очень помог, там, много советовал. Даже за другую страну, чтобы я перешел, первое предложение от него было, чтобы я перешел не за Польшу, а за другую страну. Да, ну, Польшу сложно, я слышал. Да, там гражданство не дают уже, как раньше. Там предки должны быть, поликаны. Я слышал, сейчас Якут какой-то перешел, 57 килограмм. Да, Эдуард Григорьев, бабушка у него полячка. Да, 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 вот слышал, он так перешел из-за предков, а так не дают даже этот, видно, жительство. Имам, мы вот вокруг да около имамые разговоры ведем, я помню, в 2014 году, по-моему, это было, первенство России в Сочи. Вот, была драка, команда на команду. Я правильно вспомнил? Да. Я вот помню, ты тогда нормально зарубился, там, вслед сколько килограмм. Какой рекорд был у тебя на тот день? А? Какой рекорд был у тебя на тот день? Со сколькими ты там помахался? Там, там помахались во всем, в толпе, короче, было тяжело и нас, и мы их. Единственное, кто в меня хорошо попал, это Асадулла. Может, ты по-любому его знаешь, 120 килограмм он борется. Асадулла Ибрагимов. Своего же попал, просто не рассчитал удар. Я помню, что мне до Европы надо было готовиться. Я вчера отборолся, и сегодня этот хипиш получился. И мне все говорят, эй, убегай, ты что делаешь? Тебя, если заметят, снимут. А я не думаю, уже запрыгнул, даже там мой отец тоже в стойку становился с людьми. Был такой, да, это бывает у мужиков. Но я думаю, вы в тот же день все там по рукам дали все ребята. Улыбались, как будто всего этого не было. Обнимаемся, улыбаемся. Это у мужиков бывает, без этого никак. Там один дурачок прыгнет, и дальше пойдет вот по маслу. Согласен. Имам, ты достаточно медийный человек, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, везде. Почему вот следуя другим отцам, ребятам, какой-нибудь магазин или какой-нибудь бизнес-идею не придумаешь, и не будешь там кто-нибудь надеть? Ну, грубо говоря, какую-то коммерческую себе наменение. Почему не делают? Да. Не нуждаешься в смысле, или просто пока что не вредно? Пока родители есть, хорошо, не тяжело, короче, живется. Родители помогают. У меня есть так несколько дел. У меня есть люди, которые мне сильно помогают, поддерживают меня. Так необходимо. Я, если бизнесом заняться, то бизнесом надо. Если борьбой, то борьбой. Два в одном, одним выстрелом, как говорится, двух зайцев не поймаешь. И для меня тоже так же. Я не думаю, что спортсмен должен чем-то другим заниматься. Если он тренируется, то он 100% должен себя отдавать. А по-другому не получается, я думаю, да. Вот такой вытекающий вопрос, вот скажем, вот средний болезнь, да, там, был в тройке на России, на Ярыге, на Международный турнир выигрывал. Разницы нет, выиграл Европа, не выиграл. Есть ли, то есть, деньгами, которые получаются от борьбы, можно, как ты думаешь, прожить? Или всегда нужна поддержка? Как я думаю, невозможно прожить деньгами, которые, это нестабильно, это нестабильно. Вот хочу сказать, да, я единственный, мне много кто предложил, как ты мне написал. А я-то, я понимал, что эта группа как-то косвенно, как-то к тебе относится эта группа. Как ты мне написал, им начали там многие писать. Я не захотел там ни с кем в эфир выходить. То есть, как я в аварию попал, как у меня результат упал, вот после Назранской России в Ингушейске. После этого мне было очень тяжело. Я неделю тренировался, поехал туда, и, alhamdulillah, у меня все получилось. Я третьим встал, я даже не ожидал, что я в тройку войду. Я чуть ли там до финала не дошел. Как, когда люди, которые мне говорили, брат, это, то постоянно рядом были, которые меня отвлекали от этой борьбы, которые как-то, как-то отвлекали, да, так скажем. Эти люди с борьбой вместе, с результатом вместе так и ушли. Как женщины легкого поведения, где хорошо туда идут. Новых этих, нашли, да, героев нашли себе, да? Ну, да, новый появляется к нему, этот появляется к нему. Я думаю, достойный мужик. Я, к примеру, я всегда говорю, что я, хоть я с ним выйду бороться, да, я всегда болею за Ильяса Бекбулатова. Он выиграет, проиграет, и мне все равно хочется на него смотреть, поддерживать его. Я с ним даже боролся, он мне как старший брат, да, вот Ахмед Шакаев. Если у них результат нету, я, иншаллах, то, что чем смогу, я всегда буду рядом помогать. А для людей, которые меняются, как, я не знаю, как настроение меняются, там, этот проиграл один-два турнира, побежали к этому, тот проиграл этому, побежали. Ну, как я сказал, женщина легкого поведения, наверное, достойнее себя ведет, чем такие мужики. Блад, тренировки в Беркуте, ты часто, вот тебя им, часто можно увидеть в Беркуте. Ахмед. Это для поднятия настроения, это помощь ребятам, там, предстоящим турнирам, или что это вообще, чем ты это для себя называешь? Ну, я, этот, думал выскочить, подраться. Я, короче, я, как было дело, я в Беркут ходил, у меня есть старший брат, Ахмед Умаров, вот, он является тренером в этом зале. Нынче называется Ахмед, а не Беркут. Он там является тренером, и он как-то, как-то предложил мне, короче, подраться. Мы подошли, пообщались, и мне сказали, бой дадут, только там, постарайся сгонять, быть в форме. Я думаю проверочно, я, и мне все говорят, ты не сгоняешь. У меня килограмм 72-3 было тогда. Не сгоняешь. Я говорю, как это не сгоняю? Не сгоняешь. А потом я на вторую, третью тренеруку уже начал туда ходить. Как мне сказали, что у меня бой, уже, уже у меня еще два килограмма поднялось. У меня 76-75 вес был. То есть я морально себя уже подготавливал к плохому, да? И я думаю, давай я на Россию сгоняю. Мне многие говорили, эй, не гоняй, тормози. Я нанял диетолога хорошего. Многие наши дагестанские, вот, махачкалинские бойцы посоветовали мне. Да. Гитиновласов Абдорахман, вот, боец есть. В GFC. Он посоветовал, Денис, один диетолог. Я с ним начал аккуратно снижать вес. Осталось четыре дня, короче, до конца. Четыре или пять дней, короче. А до конца, вот, Россия на носу. Мне еще ехать туда нужно. Четыре-пять, максимум шесть дней, да? Допустим, неделя. Мне говорят, все, тебя не допустили на 61. Если хочешь, Гит, борись на 65. Я говорю, как так? Я 64, три килограмма осталось. Я же столько трудился. Нет, Гит, не получилось у тебя. Ну, не допускаю тебя. Ну, мой тренер, мой старший брат мне позвонил. Потом я расстроился. Эти два дня я съел под 30-40 мороженых. Представь, кола пил. Уже расстроился полностью. 64 килограмма я поднял обратно на 69 килограмм. Пять килограммов добавил за два-три дня. Потом я еще в дороге еду. И мне говорят, нет, тебя допустят, Гит. Если там взнос сделаешь, тебя допустят. Я говорю, как так? Вот, допускаю тебя. Ну, я думаю, хорошо тогда. Да, я в дороге, короче, до Сочи. С Хасавюрта до Сочи. Ничего, даже воду не пил. Доехал до Сочи. У меня там килограммов 7. 7, да, 7500. Вот так лишнее было. Я три дня не кушал, не пил, гонял вес. За три дня убрал полностью вес. Я уже в весе был. Ну, я хотел не себе это доказать. Многие мне говорили, а, ты не уберешь. Я вот такой человек, да. Если серьезно не отношусь к делу, то я могу наплевать, хоть меня на чемпионат мира будут забирать. Вот не захочу я, я не сгоняю вот весь. Я думаю, сейчас я докажу всем, что я смогу. Я уже понимал, да, когда у меня осталось 2 килограмма, я уже понимал, что все уже не получится. Я бороться не смогу, но вес должен убрать. Мне 2-3 раза стало плохо. Я час-полтора бегал, у меня даже 100 грамм не уходило. Замучил себя сильно. И потом вес убрал. В первую сфатку с Фирзалиевым попался. Так как он неплохой, братишка мой, он очень хороший борец, крепкий. И ему проиграл. Я когда вышел, короче, думал настроиться, кувырок сделал, подпрыгнул. Когда я подпрыгнул, уже вся пруха, вся физика у меня ушла. Я уже думал, как я приземлюсь. Приземлился, потом стараюсь не показывать это все. И не пошла борьба. Да, проиграл я большим шотом ему. Я после этого в себя не мог прийти месяца 2-3. Не мог в себя прийти из отношения. Из-за этого и эти бои остались у меня. Не подрался и не тут не поймал, и не там не поймал. Подрался и не подрался. Да, да. Ну, я второй раз уже за такой короткий срок не смог был. Мне минимум полгода понадобилось, чтобы в себя прийти. И все говорят, как ты согнал 18 килограммов? Добавил, убрал то, что они не считают. Как будто это не мой вес. Я же добавлял и убирал. Я говорю, это я сам гонял. 7,4 на 64 согнал 10 килограммов. Потом поднял, потом убрал. Это же мой вес, говорю я. Да, мой организм. Ну да, мой истошенный организм. И вот так. Вот эту Россию вот ошибся. Мне многие тренера вот говорили, я не послушал никого. Вот любому совету, да, мой. Тот, кто начинает уже тренеру перечить, там, говорить, что ему нужно тренеру, он уже борцом не станет. Я это для себя понял. Человек, который говорит там, а может я это не сделаю, уже тренеру начинает советы какие-то давать. Из него уже борец не получится, я думаю. Согласен. Ну, имам, по-любому, я думаю, о, горький опыт тоже опыт. Да. у меня такой вопрос, есть, ты в центре внимания бываешь таких, извечные темы есть, там, споры, ну, ты понял, национальная принадлежность, но я не хочу касаться этого, я просто вот хотел бы задавать, вот послушать, послушать твой ответ, и я думаю, я сохраню его и на будущем я буду выставить. Что для тебя значит республика Дагестан и республика Чечня? Я являюсь дагестанцем, дагестанским чеченцем, то есть, если меня спрашивают, моя родина Дагестан, я тут родился, вырос, это любому можно, вот моя земля, я в Хасавюрте родился, вырос. Чечня, Чечня тоже моя вторая родина, я по национальности чеченец, то есть, я никакую республику выше не ставлю, и это моя республика, и это моя республика, то есть, я и волк, и орел, как говорит Хабиб, что он орел, а я и волк, и орел, короче, два в одном. У меня такое, надо разделять, я не понимаю никогда такого человека, вот в эфир заходят, у меня, в любом эфире задают, вот, вопрос, кто ты по национальности, ты дагестанец, да, я дагестанец, по национальности чеченец, в моем происхождении, я чеченец, по происхождению, являюсь дагестанцем, это... Имам, Денислан где, что делает? Ладно, тебя поняли, приняли, ММА моменты, Денислан где, что? Он... Кстати, Денислан младший брат, и ММА, чтобы... Он сейчас тоже любое время выскакивает, даже не тренжуется, там рубку дает пацанам, просто он тоже родителям чуть-чуть помогает, он сейчас поженится, думаю, у него не все потеряно, он сегодня может любого выиграть. Короче, ему надо второе дыхание развить, да? Ну, вот как Залимхан уехал, негде тренироваться, то в один зал бежим, то в другой зал, это все равно тренер вот одну борьбу ставит, да? К примеру, Залимхан говорит, умно борись, другой говорит, бросай, другой говорит, проходи, и там каша получается, хочешь ты этого или нет, это единственный человек, который не сломался, не испортилась борьба, он в разные залы ходит, в разных республиках, это Ахмед Чакаев, вот ни один зал его не поменял, он везде бывает, а его ничего не меняет, он как-то сохранился, а я то, к примеру, к Адаму хожу, у Адама своя борьба, к примеру, к Вахе, у него чуть своя борьба, и запутался чуть-чуть, нужен четко один тренер, и с одним надо работать. Согласен. Я думаю так. Я помню, ты выступал, борьба на поясах была, по-моему, да, с ним стоило? Пахлаване. Пахлаване. Это в Украине, на Украине было это, или где было? Это был Минский чемпионат, официальный чемпионат мира, официальный. Что, что это было, что за вызов был? Это какие-то премиальные те интересовали, или просто по приколу, или как, как у тебя получилось? Ну там, да, чуть-чуть деньги дали нам, ну нормально, для нас хватало, нам экипировку дали полностью, дорога, все, ну, оплачивали все, они в дальнейшем надеются, что она раскрутится. Да. Она входит в УВ, я думаю, я, как я, я помню, они как, как говорили, в УВ входит, это официальный чемпионат мира, по Пахлаване. Я поехал, короче, туда, доехал, думаю, а, спокойно, выиграю сейчас. Кто тут будет? Я, я еще так, по молодости, да, звезду хапнул, думаю, да, в борьбе, в борьбе со мной, думаю, никто почти не тянет, сейчас кто потянет, такой высокомерный, зашел в зал, и там Миранис был, он пять лет, не проигрывал никому. Вот пять лет убивает, говорит, всех по этой борьбе, вышел с ним, а там борьба на поясах, там, вот, пояс выше, должно быть, корпус очень сильным. Я в первую схватку с турком боролся, с Аллахадин, этот, Килыч-Салайан, что-то, да, ну, армянский турк, да? Да, Килыч-Салайан был, да, да, я с ним поборолся, потом, этот был, болгар был, который борется, ну, все борцы там, и, короче, откуда ни возьмись, на кого я вообще не рассчитывал, думаю, сейчас в финале вообще убью его, он так меня подкинул, я до сих пор вот, не долетел, по-моему, он поднял меня, воткнул, короче, я, я уже, я даже не понял, я ему 7-7 проиграл, короче, я выигрываю, думаю, все, делаю шаг, выиграю, и он поднял, воткнул, а там плечами касаться нельзя, если коснулся, ты проиграл, ну, воткнул, все, я проиграл, короче, сразу, сладко, в будущем, если будут организовывать, наверное, согласишься, да? Да, а что делать? Делать все равно нечего, тут, дома сидеть, чем, я на любой турнир поеду, скучно, вот карантин, да, чуть разбудил, но мне и мама, я хочу тренироваться, пахать, сейчас, секунду, с карантином вместе начал уже понимать, да, без борьбы я с ума сойду, наверное, хотя бы один раз в день, если я не буду тренироваться, то я, я не знаю, куда я вообще свою энергию, маршала, дену, и мне, я начал тренироваться нормально, вот сейчас я думаю, как карантин закончится, я буду на каждом турнире, не буду смотреть там, слабый, сильный турнир, на каждом турнире буду бороться, иншалу, как раньше, короче, как раньше, я раньше помню, Зелим гонял вас по турнирам, Кубки России, Роменск, там, в месяц, неделю не отдыхали, неделю не отдыхали, везде боролись, а сейчас, по-моему, таких турниров нету, сейчас надо, меньше, да, сейчас надо находить их, но я, я надеюсь, иншалу, я буду на каждом турнире бороться, у меня такой настрой, да, иншалу, Имам, ты не устал от вопросов? Не, не, брат, я свободен, делать все равно нечего, карантин, брат, такой вопрос, надо ли мне в инстаграме, я его выписал, те, что сказать имя не записал, вы спросили, знаешь, он говорит, что бы ты поменял бы в борьбе сегодня, будь это правило, регламент, вот, как ты думаешь, что бы ты поменял, чем бы ты облегчил, или наоборот, улучшил условия ребятам, именно вот со стороны регламента, организованности турнира, думал вообще о том, чем-нибудь, или тебе без разницы? Нет, я, вот они, вот борьба раньше была зрелищная, я бы хотел, чтобы не за пассив балл давали, а чтобы захват давали, да, или же ногу, или же захват, они зрелищик, с каждым годом, я думаю, убирают, какой-то, борьба какая-то нежная становится, раньше, вот когда боролись Махач, Буайсар, вот, Залимхан, тогда она более такой, да, таким спортом являлся, динамичным, да, а сейчас, целую схватку бегают, стоят, и потом становятся чемпионами, какими-то, пластелиновыми, я не знаю, и потом, это, выиграл нечаянно что-то, поднимают, его таким борцом делают, этот, проиграл, к примеру, кулар проиграл, проиграл, на Ерегинском, кому он проиграл? Ашмеду? Ширайду, сейчас. Кулар, начин кулар. Вот сейчас он, Ширайду проиграл, полфинал, по-моему. Ну, разницы нету, кому бы он не проиграл, он проиграл, все пишут там, комментарии, я читаю, всегда, у меня такой интерес, я всегда, под всеми, читаю комментарии, а он такой, он всякой, Так же Ильяса Бигбулатова списывали, он когда проигрывать начал, а он этот, вот вернулся пацан Азию выиграл, он сейчас еще много.